Пенсионеры Ненецкого округа могут получить государственные услуги, не выходя из дома. На одноименном портале госуслуги.ру можно подать заявление на установление пенсии, записаться на прием к врачу и получить выписку из пенсионного фонда в режиме онлайн. Об этих и других услугах люди высокого возраста рассказали на семинарии с участием представителей пенсионного фонда, миграционной службы, налоговой инспекции и других ведомств. У нас есть единый портал госуслуг, который госуслуги.ру, есть региональные порталы у нас в округе, это услуги.дм-нау.ру. Там мы выводим именно те услуги, которые региональным органам у нас и предоставляются. Для того, чтобы воспользоваться этими услугами, необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуги.ру. Для этого достаточно адреса, электронной почты и номера мобильного телефона. Затем необходимо указать данные паспорта и СНИЛС. После их проверки система откроет доступ к базовым услугам. Для полноценного пользования сервисом необходимо подтвердить свою учетную запись в ближайшем офисе МФЦ. После этого можно будет пользоваться порталом в полном объеме. Например, подать электронное заявление на установление пенсии или узнать о состоянии лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования. Очень многие услуги, очень многие виды заявлений касаясь того, что у вас есть инвалидность, вы хотите отказаться от набора социуслуг и наоборот возобновить их, это все можно теперь подавать в электронном виде. Представители окружной госавтоинспекции и федеральной миграционной службы рассказали о преимуществах в получении госуслуг в электронном виде. Так, при онлайн оплате госпошлины за услуги отдела по вопросу миграции и отдела ГИБДД предоставляется скидка в 30%. Кроме того, через сайт госуслуг можно узнать задолженность по налогам. Также можно посмотреть свои справки 2НДФЛ, которые вам предоставляла организация, и также онлайн можно оформить декларацию с помощью как раз-таки этой справки 2НДФЛ. Многие пугаются того, что для декларации требуется усиленно квалифицированная подпись, но она формируется в личном кабинете буквально в течение 2-3 минут, и декларацию уже отправляется в налоговый орган. Получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде позволяет гражданам экономить свое время. Портал доступен 24 часа в сутки, а это значит, что нет необходимости ожидать своей очереди, что особенно актуально для маломобильных групп населения. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Срок будет быстрее.